Профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений Карачаева-Черкесии автоинспекторы республики проводят регулярно. В школах Зеленчукского района полицейские частые гости. Вот и теперь они посетили одну из организаций, чтобы принять младших школьников в состав юных инспекторов движения. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В актуом зале одной из школ станицы Зеленчукской проходит традиционная лекция о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи проезжей части. Почти все места заняты учениками начальных классов, которые в большинстве своём хорошо знают теорию. О чём представители межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Елена Иваниди ещё раз убеждается, когда юные зрители, перебивая друг друга, дают верные ответы. После того, как все задачи викторины решены, наступает время торжественной церемонии принятия пополнения в состав юных инспекторов движения. Ребята с радостью получают награды за знания от старших школьников. За каждым дошкольным и общеобразовательным учреждением на территории Зеленчукского и Урупского районов у нас закреплены сотрудники госавтоинспекции, которые на постоянной основе с детками проводят разные профилактические беседы, где они могут проходить как в игровой, как викторины, также лекции, в которых участвуют педагоги, также родители, где деткам в игровой форме доводится соблюдение правил безопасности дорожного движения при переходе проезжей части. Теория – ничто без наглядных примеров. Такими можно считать в том числе занятия в точке роста. У школьников есть возможность не только прочитать интересующие нюансы правил, но и усвоить их с помощью видеороликов. Думается, подобный формат уроков по безопасности дорожного движения учащимся куда ближе и интереснее, чем лекции. Впрочем, каждое правило должно подкрепляться не только красивыми картинками, но и знаниями, которые потом необходимо применять на практике. В качестве наставников к малышам периодически приходят старшие ученики из класса волонтёров. Мой отряд 9-й Б-класс является волонтёрами отряда «Не дня без доброго дела». Мы также представляем отряд ЮЭД, который проводит пяти минутки с детьми начальной школы. Для этого мы делаем макеты пешеходного перехода, где дети учатся правильно переходить, помогают им, говорят о правилах, о знаках дорожного движения. Такие занятия в школе очень нужны, потому что многие дети не знают, как правильно переходить дорогу, как вообще вести себя на дороге, чтобы быть в безопасности. Поэтому мы проводим такие уроки, и для нас, для старших классов тоже сотрудники ГБТД приходят и тоже рассказывают, как бы, правила дорожного движения. В последнее время несчастных случаев, к сожалению, увеличивается, потому что многие дети не знают о правилах движения, не знают о том, как вести себя на дороге правильно. Поэтому рассказывать им об этом это нужно, и я считаю, что это обязательно, тем более для детей начальных классов. Разумеется, большое внимание стражи порядка стараются уделять закреплению полученной школьниками информации. Ученики правильно переходят дорогу, не создавая аварийной ситуации. Рисуют информационные таблички, которые, возможно, кому-то спасут жизнь. Кроме того, ребята в сопровождении автоинспекторов раздают водителям памятки. «Водитель, не спеши, пешехода пропусти». «Водитель, уступи дорогу пешеходу, соблюдай правила дорожного движения». Такие мероприятия давно стали привычными для автомобилистов, а потому они воспринимают юных инспекторов с улыбкой на лице и благодарят их за напоминание о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на дороге. Артур Махце, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.